Роберт Шекли Агамемнон оказался в отчаянном положении. Люди Эгисфа едва не схватили его в спальне Клитэмнестры. Он слышал, как они идут по коридору. Выбравшись в окно, Агамемнон сполз вниз, цепляясь ногтями за едва заметные клейма резчика по камню, оставшиеся на уложенных в стену глыбах. Сейчас самым лучшим для него было украсть лошадь и сломя голову удрать из Мекен. Был вечер, солнце висело низко на западе и узкие улицы уже наполовину погрузились в тень. Он предполагал, что осуществить план бегства будет достаточно просто, однако Эгисф, как выяснилось, расставил людей и на улицах. Он здесь! Агамемнон здесь! Сюда! Это был толстый Спартан, начальник дворцовой стражи. На нем красовались доспехи, в руках он сжимал меч и щит. Агамемнон выбрался из окна без брони, из оружия у него не было ничего, кроме меча и ножа. Однако он был разъярен, и несмотря на то, что Гомер не упомянул об этом в своих произведениях, Агамемнон был крайне опасен в ярости. Несомненно, воин Эгисфа знал об этом. Он отступил и кинулся в арку, взывая о помощи. Агамемнон почувствовал, что дело начинает принимать плохой оборот. Слегка дезориентированный он огляделся вокруг. Мекены были его родным городом, но целых десять лет он провел под трогей. Если он повернет налево, выведет ли его улица к львиным воротам? Выставил ли Эгисф возле них охрану? А ведь этим утром он въехал в город с триумфом. Все изменилось до отвращения быстро. Агамемнон вошел в Мекены как победитель. В его колеснице ехала Кассандра. Ее руки были связаны, так как она находилась на положении пленницы. Но все это было только для Проформы, поскольку вот уже несколько недель после того, как он выкупил Кассандру у Аякса, она служила ему наложницей. Агамемнон не сомневался, что она полюбит его, даже несмотря на то, что греческие солдаты вырезали всех ее родственников. Кассандра должна была понимать, что их убили не греки, а боевая ярость греков, накопленная за десять долгих лет, проведенных ими в лагере под стенами Трои и стоивших жизни их братьям и товарищам. Вожди Ахейцев отнюдь не испытывали гордости за уничтожение Трои. Агамемнон надеялся, что Кассандра поймет. Они не держали зла на троянцев. Он не ожидал от нее прощения, но хотел, чтобы она осознала, самое важное для них, самого Агамемнона, Ахилла, Гектора, Одиссея, быть несвязанными правилами, написанными для простых людей. Он был особым человеком, даже невзирая на то, что он был далеко не первым Агамемноном. Лотерея позволила ему занять это место, проклятая лотерея, выигрыш в которой позволял участвовать в героических событиях древнего мира. Его звали Крис Джонсон. Но он был Агамемноном так долго, что уже почти забыл свою жизнь до того, как лотерея выдвинула его на эту роль. Зато он хорошо помнил похищение Елены, злосчастный инцидент с офигинией, десять лет осады Трои, ссору с Ахиллом, деревянного коня Одиссея, захват и разрушение Трои, и затем долгое путешествие домой по Темному морю. Отчего он отказался в прошлом? Пыльный маленький городок рядом с мексиканской границей, водонапорная башня Амоса, высочайшее здание в прерии на 200 миль в любую сторону. Мамочкины Оладии, единственный ресторан. Выиграв в лотерею, Крис был на вершине блаженства. Он помнил, как чуть не лопнул от счастья, полагая, что для него это единственная возможность покинуть захолустное городишко и начать новую жизнь. Вот только жить ему оставалось не так уж долго. Сердце Микен представляло собой лабиринт узких улиц и аллей. Район позади дворца, в котором оказался Агамемнон, выглядел по-восточному. Маленькие лавочки в извилистых переулках, многие хозяева лавок в тюрбанах. Агамемнон подумал, что именно так и должно быть. Создатели лотереи никогда ничего не делали просто так. Улица вывела Агамемнона на широкий бульвар, где были установлены мраморные статуи богов и героев. Двигаясь по бульвару, Агамемнон узнавал Персея и Ахилла, Афину и Артемиду. Статуи были раскрашены в яркие цвета. Для Агамемнона стало сюрпризом увидеть собственную статую. Она была мало похожа на него, но на пьедестале оказалось высечено его имя. По-английски, не по-гречески. Это была уступка лотереи победителям. Каждый в этой Греции говорил по-английски. Возможно, статуя изображала первого Агамемнона. Крис знал, что победители лотереи часто повторяли одну и ту же классическую роль. Но существовал ли когда-нибудь настоящий Агамемнон? С мифами и легендами никогда ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Он слышал, как по бульвару приближается процессия. Музыканты играли на кларнетах и трубах, бухали литавры и даже раздавались звуки фортепиано, которые тащили на маленькой повозке два ослика. Это был очевидный анахронизм, но Агамемнон напомнил себе, что лотерея имеет право изображать эту реальность так, как ей угодно. Он даже не хотел знать, где находится эта Греция. За музыкантами, приплясывая, двигались танцующие девушки в едва прикрывающих ноготу туниках, свинками на головах и цветами в волосах. Они шатались и корчили рожи. Агамемнон сообразил, что это Минады, бешеные последовательницы Диониса. Позади них шел Дионис с собственной персоной. Когда он приблизился, Агамемнон узнал его. Это был Эд Картер из Сентервилля, штат Иллинойс. Они познакомились в одной из лотерейных гримерок, откуда ушли играть роли великих. «Дионис!» окликнул Агамемнон. «Привет, Агамемнон! Давно не виделись! Хорошо выглядишь!» Дионис был пьян. На его туники там и сям виднелись пятна вина. Он явно не в силах был сделать паузу в своем танцевальном марше, поэтому Агамемнон пошел рядом с ним. «Хочешь стать моим приверженцем?» спросил Дионис. «Соглашайся, будет весело. Сейчас мы устроим вакханалию, в процессе которой растерзаем царя Пинфея. Это действительно необходимо», осторожно уточнил Агамемнон. Дионис радостно кивнул. «Ага! Пинфей посмел противиться утверждению моего культа! Впрочем, я колеблюсь насчет сакральной экзекуции. Много чести для этого ничтожества!» Агамемнон помолчал, затем спросил для проформы. «Как у тебя дела, Дионис?» Эд сказал. «Чудник!» «Я здорово выиграл, попав сюда. Не жизнь, а сказка. Хотя последнюю неделю было не так уж весело оживлять убитых. Я здорово утомился. Я не слышал об этом». «Я сам не ожидал, что сумею», сказал Дионис. «Последнее время мне вообще везет. Разве неловко я женился на Ариадне?» «Кстати, не желаешь познакомиться?» «Классная девчонка». Тисей бросил ее на острове Наксос, как ты знаешь. А потом пришел я и женился на ней. Немного неожиданно для обеих сторон, но в наше время все делается так быстро. Наксос райское местечко, рекомендую съездить туда в отпуск. Кстати, там я переродился, если ты не в курсе. Знаешь, немного повздорил с титанами, так что пришлось драться. Я превращался в птицу, в рыбу, в дерево, но судьба в тот день была неблагосклонна ко мне. Они схватили меня и разорвали на части, как мои минады поступят вскоре с Пинфеем. Но Аполлон собрал куски несчастного Диониса, а Зевс зашил их в бедро, откуда я в должный срок вновь появился на свет. И вот я здесь возглавляю процессию ненормальных дамочек, движущуюся по главной улице Микен. Неплохо для паренька из Сентервилля, штат Иллинойс, а? А как насчет тебя, Гамемнон? У меня проблемы, сказал царь. Помнишь мою жену, Клитэмнестро? Так вот, она зла на меня как черт за то, что я принес в жертву нашу дочь Ифигению. Каков ж дьявол это сделал? Оракул сказал, что это единственное средство вызвать попутный ветер, чтобы доплыть до трои. Но я на самом деле не делал этого. Я инсценировал жертвоприношение, а потом устроил все так, что Артемида забрала Ифигению в Авлиду, где девочка получила отличную вакансию Верховной Жрицы. Все думали, что ты прикончил свою дочь, сказал Дионис. Это неправда. Существуют разные версии данного мифа. Но сучка Клитэмнестро и ее жалкий дружок Эгисф купились на Эд. Когда я вернулся из строя, они собрали гвардию с приказом убить меня при обнаружении. Все выходы из города перекрыты. И что ты собираешься делать? Заинтересовался Эд. Мне нужно исчезнуть отсюда. Можешь ли ты помочь мне? Значит, выходы из города перекрыты, задумчиво проговорил Дионис. Что ж, я мог бы тебе помочь, но с Эгисфом ссориться не буду. Он мой верный последователь. Попробуй попросить помощи у Тересия. Этот старый мошенник наверняка придумает что-нибудь. Тересий? Разве он не умер? Какое это имеет значение? Он был величайшим магом древнего мира и будет рад поговорить с тобой. Ему нравится болтать с живыми. Но как я попаду в царство мертвых? Запросто. Можешь покончить с собой. А когда за тобой приедет Харрон, связать его, захватить лодку и спокойно переплыть через Стикс. Я не хочу убивать себя. Я уже вдоволь наигрался со смертью. Чепуха! Найдешь потом кого-нибудь себе на замену в царство мертвых и дело в шляпе. Кого же я найду? Как насчет Кассандры? Нет, только не Кассандра. У нее все равно плохая карма. Брось! Я не хочу ее убивать. Как знаешь. На самом деле сгодится кто угодно. Я не могу просто подойти к человеку на улице и ни с того, ни с сего убить его. По-моему, у тебя нет времени проявлять чрезмерную щепетильность. Слушай, а как насчет жертв чумы? Где же я найду жертву чумы? Сходи к доктору. Но как я узнаю, когда за больным придет Харрон, он всегда приходит к умирающему невидимым. Дионис нахмурился на мгновение, затем его чело просветлело. Он полез за пазуху и извлек пурпурный камень на цепочке. Мне дал это жрец в Египте. Это египетский камень-психопомп, проводник душ в царство мертвых. Какая-то разновидность аметиста, я полагаю. Ты мне почти земляк, поэтому дарю. Когда найдешь умирающего, посмотри вокруг сквозь психопомп, и ты наверняка увидишь неподалеку Харона. Удачи, Агамемнон. Мне действительно пора. Размахивая руками и приплясывая, Дионис устремился за своими минадами. А Агамемнон увидел в переулке Высокого Человека Средних Лет в длинном черном плаще и конической войлочной шапочке с символом Асклепия. В руках у него была трость из слоновой кости. Царь Микен бросился к нему. Простите, вы доктор? Да, стрепся от скоса, к сожалению, я не могу выслушать вас, спешу по вызову. К чумному больному? Да, увы. Боюсь, безнадежный случай. Его родственники тянули слишком долго, прежде чем вызвать меня. Разумеется, я сделаю все, что в моих силах. Я бы хотел пойти с вами. Вы доктор или родственник? Я репортер, наобум сказал Агамемнон. Как это может быть? У нас здесь в Микенах нет газет. Я слышал, руководство Арги в пресс собиралось этим заняться, но стоимость меди зашкалила, и Египет перестал экспортировать папирус. Это новое коммерческое предприятие, решительно заявил Агамемнон. Доктор ничего не сказал, когда царь пошел рядом с ним. Вряд ли он был рад этому обстоятельству, однако ничем не выдал своего недовольства. Да и не мудрено, у Агамемнона был меч, а у доктора лишь трость. Через несколько кварталов Агамемнон сообразил, что они идут в один из трущобных районов города. Час от часу не легче, подумал он. Что меня там ждет? По узкой аллее они приблизились к маленькой лачуге. Стрипсиад толкнул незапертую дверь, и они вошли. В жидком свете, одиноко мерцавшей в углу лампы, они увидели человека, лежавшего на земляном полу и завернутого в изодранное одеяло. Он выглядел очень старым и исхудавшим. Стрипсиад опустился на колени, осматривая пациента. — Сколько он еще протянет? — спросил Агамемнон. — Полагаю, недолго. Он умрет совсем скоро. Иногда это состояние длится несколько часов, полдня, даже сутки, но не более. — Дайте мне взглянуть на него, — сказал Агамемнон и опустился рядом с больным. Кожа умирающего была из синя-серой. Его губы высохли и потрескались. В уголках его глаз были видны лопнувшие кровеносные сосуды. Пульсирующие вены были единственным признаком того, что этот человек жив. Агамемнон остро осознавал, как мало у него времени, чтобы покинуть Микены. Но больной все еще был жив. Как долго придется ждать, пока он умрет? Как скоро солдаты Эгисфа придут за ним? Необходимо ускорить процесс. Агамемнон потянулся к горлу больного. Человек открыл глаза. Встретившись внезапно со взглядом его налитых кровью голубых глаз, Агамемнон заколебался. — Царь Агамемнон, — прошептал больной. — Неужели это вы? — Я Пелиад. Я был гоплитом в первом ряду фаланги Арголиса во время Троянской войны. Что вы здесь делаете, господин? Агамемнон услышал собственный ответ. — Я узнал о твоей беде, Пелиад, и пришел облегчить твои последние часы. — Очень благодарен вам, господин. Вы всегда были добрым человеком и великодушным командиром. Я очень удивлен, что вы вспомнили обо мне. Я ведь простой солдат. Мои родители продали хозяйство, чтобы купить мне доспехи и снаряжение. И я пошел с другими ребятами и отомстил Троянцам за подлое похищение нашей Елены. — Я помню тебя, Пелиад, и пришел попрощаться. Наша война выиграна. Силы Греции одержали победу. Конечно, так и должно было случиться, ведь у нас был непобедимый Ахилл. Но что смог бы Ахилл, если бы его не поддерживали такие бесстрашные войны, как ты? — Я хорошо помню принца Ахилла и погребальный костер, который мы устроили ему, когда он пал в битве. Я надеюсь вновь увидеть его в Гадессе. Говорят... Речь больного была прервана, когда дверь в комнату внезапно с треском распахнулась. Два вооруженных воина ворвались в помещение. Они на мгновение замешкались, увидев врача в длинном одеянии, затем разом повернулись к Агамемнону. Офицер-здоровяк с огненно-рыжей бородой распорядился. — Убить всех! Игисфу не нужны свидетели! Агамемнона я возьму на себя! Солдат был одним из тех, кто позволил Агамемнону улизнуть у них из-под носа в окно дворца. Он двинулся к доктору, который поднял свою трость и сказал... — В этом нет необходимости. Я нейтральная сторона. Я лекарь скоса. Здесь столько по вызову к больному. — Позвольте мне уйти, и я никогда никому не скажу о том, что здесь произошло. Солдат озадачен углянул на рыжебородого офицера, затем на Агамемнона. Воспользовавшись тем, что он отвлекся, доктор внезапно поднял свою палку и обрушил ее на голову противника. Зарычав, солдат стиснул рукоять меча и бросился на доктора. Рыжебороды тут же атаковал Агамемнона. Царь выхватил меч, однако на нем не было доспехов, поэтому шансов против опытного гоплита у него было немного. Не отрывая взгляда от противника, он двинулся вокруг ложа больного, и рыжебородый офицер последовал за ним осторожно, но неумолимо. Доктор был ранен, но все еще сражался, отклоняя удары солдата взмахами трости. Агамемнон продолжал кружить вокруг постели, наматывая плащ на левую руку и понимая, что все это безнадежно, абсолютно безнадежно. А затем в одно мгновение все изменилось. Пелиад, собрав остаток сил, привстал и схватил Рыжебородого за ногу. Офицер зашатался и злобно ударил больного мечом. Агамемнон тут же воспользовался представившимся шансом. С хриплым ревом он бросился на противника, и тот, потеряв равновесие, рухнул на пол, придавленный весом собственной брони. Меч Рыжебородого застрял в грудной клетке Пелиада, зажатой между двух ребер. Агамемнон навалился на солдата сверху. Выпустив свой меч, царь выхватил из-за пояса нож и попытался ударить противника в лицо. Клинок отскочил от металлического шлема, кончик у него откололся. Агамемнон прицелился как следует, ударил ножом в щель в шлеме. Попал в глазницу офицера и, вращая, пропихнул оружие ему в мозг. Пелиад прохрепел. «Отлично, командир! Мы показали этим троянским свиньям!» Агамемнон уже был на ногах. Он увидел солдата, вонзающего меч в живот доктора. Шлем воина свалился в пылу борьбы. Агамемнон подкрался к нему, схватил сзади за голову и перерезал горло. В доме больного воцарилась тишина. На полу остывали четыре трупа. На мертвом лице Пелиада застыла перекошенная ухмылка. Агамемнон надеялся, что это улыбка триумфа, а не сардоническая усмешка жертвы чумы. Солдат с перерезанным горлом лежал в луже собственной крови, над которой поднимался легкий пар. Рыжебородый с ножом в голове кровоточил не так сильно, однако он был так же мертв, как и все остальные. Агамемнон, единственный в этой комнате, отделался парой царапин. Он никак не мог в это поверить. Что ж, теперь следует отыскать Харона. Царь потянул вниз тунику, открывая висящий на груди аметист, который дал ему Дионис. Он посмотрел сквозь него на комнату. Комната была темно-фиолетовой. Очертания предметов скользили перед глазами. Толща аметиста искажала пропорции. Ощутив внезапный и сильный приступ головокружения, Агамемнон опустился на пол. Глубоко дыша, он усилием воли взял себя в руки и снова огляделся по сторонам. Был ли это дым от масляной лампы? Нет. Ее разбили в схватки. Как ни странно, это не вызвало пожара. Через некоторое время Агамемнон почувствовал, что стены лачуги видоизменяются, раздвигаются, растворяются в пространстве. Он моргнул. Комната быстро трансформировалась. Стен уже не было видно. Медленно царь Микен опустил аметист. Каким-то образом он оказался снаружи хибарки. Только находился он не в Микенах. Он сидел на невысоком валуне, торчащем из прибрежной топи. Перед ним расстилалась река. Ее воды были черными, неподвижными и маслянистыми. Солнца на небе не было. Кругом царили неподвижные сумерки. Тем не менее, Агамемнон различал окружающие предметы. Впереди, на небольшой гряде скал, выступающих из грязи, он разглядел четыре знакомые фигуры. Во мраке он также различил что-то вроде деревянного причала на берегу. Длинная низкая лодка была привязана к одной из опор причала, и в ней стоял человек. Его голос отчетливо доносился до Агамемнона. «Давайте, ребята! Вы знаете установленный порядок! Спускайтесь в лодку! Никто вас ждать не станет!» Четверо поднялись и двинулись к причалу. Их шаги были едва слышны. Нетропливые шаги смерти. Агамемнон вскочил и поспешил к ним. Он вскарабкался на причал в тот момент, когда они спускались в лодку. Он узнал доктора Стрипсиада, Пелиада и двух солдат. Человек в лодке по-прежнему призывал их поскорее забираться на борт. «Давайте, давайте!» Неторопливо говорил он. «Мне некогда с вами возиться! Думаете, вы единственные покойники, ожидающие транспортировки? Двигайтесь поскорее! Забирайтесь на борт! А ты...» «Нет!» Заявил он приблизившемуся Агамемнону. «Тебе здесь делать нечего! Ты пока еще жив!» Агамемнон показал ему аметист. «Мне необходимо попасть на борт! Ты ведь Харон, не так ли?» «И его сын!» Сказал лодочник. «Один из его сыновей!» «Нас всех зовут Харонами! Для одинокого старика здесь слишком много работы! Слишком много даже для всей нашей бригады!» «Но мы делаем, что в наших силах!» Он вздохнул. «У тебя камень-психопомп! Поэтому, думаю, ты можешь взойти на борт!» Он повернулся к остальным. «Кто-нибудь догадался прихватить с собой деньги за проезд?» Покойники покачали головами. «Это все случилось так неожиданно!» Сказал доктор. «Я поручусь за них!» Сказал Агамемнон. «Я отдам тебе деньги, когда вернусь в мир живых!» «В любое время, когда тебе будет угодно!» «Слово Агамемнона, царя царей!» «Надеюсь, что ты не забудешь своего обещания!» «Иначе, когда пробьет твой час, твоя тень останется здесь, на этом скорбном берегу!» «Сколько ты хочешь?» «Спросил Агамемнон.» «По одному оболу за каждого покойника, и пять оболов за тебя, потому что ты живой и весишь больше!» «Уменяешь свою валюту на оболы и перечислишь оговоренную сумму в Инферналбанк на имя Томаса Кука!» Томас Кук, Инферналбанк Агамемнон и остальные без суеты погрузились в лодку Харона. Она была узкая, с двумя рядами встроенных скамей вдоль бортов. Агамемнон и Пелиад сели на одну сторону, солдаты на другую. Доктор после секундного колебания пристроился на маленькой поперечной скамеечке напротив рулевого весла. Харон отвязал швартовочные линь, оттолкнул лодку от причала и принялся аккуратно грести. Они молчали, лодка беззвучно скользила по темным водам. Наконец, Агамемнон поинтересовался. «Долго нам плыть?» «Плыть нам ровно столько, сколько необходимо», – рассудительно ответил Харон. «Торопишься?» «Не то чтобы очень», – сказал Агамемнон. «Просто любопытно». «Держи свое любопытство при себе», – сказал Харон. «Здесь, в царстве мертвых, так же, впрочем, как и в мире живущих, каждый ответ порождает десять новых вопросов. Живые, спускающиеся сюда, вообще страшно любопытны. Я помню, как к нам приходил Геракл. Несмотря на то, что он страшно спешил, он засыпал меня вопросами, да еще и забрал с собой сторожевого цербера, когда я отвлекся. Тем самым он совершил один из своих бессмертных подвигов», – сказал Агамемнон. «Разумеется. Но что это ему дало?» «Когда он возвратился, царь Эврис Фрей нашел ему очередную работенку». Рыжебородый, до этого мрачно молчавший, сказал, «Послушай, Агамемнон, какого черта ты меня убил? Тебе хоть немного стыдно?» «Это ты меня спрашиваешь?» – поразился Агамемнон. «После того, как едва не убил меня?» «В этом не было ничего личного», – сказал Рыжебородый. «Меня зовут Салис. Я командир телохранителей Эгисфа. Я получил приказ убить тебя. Я всего лишь выполнял приказ!» «А я защищал свою жизнь», – заметил Агамемнон. «А, ладно», – офицер махнул рукой. «Куда я еще мог попасть, как не сюда? Если не в этом году, так в следующем или еще годом позже». «Честно говоря, я тоже не ожидал, что все так выйдет», – сказал другой солдат. «Я – Крионид. Моя служба на Эгисфа заканчивалась на этой неделе. Я собирался вернуться на свою маленькую ферму на Аргас к жене и дочке». «Хватит хныкать», – сказал доктор. «Меня зовут Стрепсиад. Я уважаемый доктор Скоса, острого славящегося своими лекарями. Я прибыл в Микены из чисто гуманитарных соображений, чтобы помочь жертвам чумы, которых их товарищи вывезли из-под трои. И как я вознагражден? Солдат деревенщина убил меня, чтобы не оставлять свидетелей незаконной и аморальной расправы над собственным господином. «Но я только выполнял приказы», – возразил Крионид. «Мой непосредственный начальник, Салис, который сейчас присутствует здесь, приказал мне сделать это. А я, – сказал Салис, – выполнял приказы своего командира, благородного Эгисфа». «Но это были аморальные приказы», – заявил Пилиад. «Игисф предал своего царя. Неужели это непонятно?» «Даже если приказы были аморальными, что с того?» – взвился Салис. «Ты предлагаешь обсуждать каждый приказ, полученный от вышестоящего, и взвешивать его на весах морально-аморально? Такая армия долго не протянет. Кстати, я слышал, ваше братье тоже неплохо порезвилось во время Троянской войны. Кажется, вы сожгли некий город и вырезали все его население». «Мы несли возмездие за похищение Елены», – с жаром воскликнул Пилиад. «А кем тебе приходилось, Елена?» – ядовито спросил Салис. «Женой? Сестрой? Дочерью?» «Ни черта! Она жена царя, причем даже не твоей страны, если только ты арговинянин, а не спартанец. Ведь леди, судя по всему, покинула Менелая и сбежала с Парисом по собственной воле. Так за что вы мстили?» «За наших павших товарищей!» – выгрекнул Пилиад. «За Ахилла, нашего славного командира!» «Это просто смехотворно!» – произнес Салис. «Ваши товарищи отправились туда за трофеями, а Ахилл – за славой. Кроме того, он сделал свой выбор. Ему было предсказано, что он героически погибнет под Троей или проживет долгую, бесславную жизнь, если останется дома». «Ни к чему было умирать за бедного Ахилла. Он сам выбрал себе смерть». Воцарилось молчание. Затем доктор Стрипсиад сказал. «Морально и аморально эти философские категории изменяются со временем. Кроме того, порой у людей не остается времени на размышления. Выбирать приходится немедленно, в суете и столпотворении, когда может быть сделан единственный выбор из двух зол». «Это и о вас тоже, доктор?» – спросил Агамемнон. «Или вы единственный невинный страдалец среди нас?» Доктор Стрипсиад долго молчал. Наконец он сказал. «Мои мотивы были не вполне моральными. Я признаюсь вам в этом, потому что все равно придется рассказать это загробному судьи. Королева Клитомнестро прислала гонца в нашу школу медиков на Косе, умоляя нас помочь справиться с эпидемией чумы и пообещав за это солидную награду. Мне удалось купить в Микенах на вырученные деньги славный маленький домик для жены и детей, прежде чем я взошел на этот челн». «Клитомнестро!» – встрепенулся Агамемнон. «Знаете», – сказал Стрипсиад, – «в этой злосчастной истории она, в общем-то, права. Мы знаем из информационных источников, что вы принесли в жертву вашу дочь Ифигению». «Есть еще одна версия», – сказал Агамемнон, «по которой богиня Артемида взяла Ифигению в Авлиду и сделала ее верховной жрицей Тавриды». «Это версия, которая призвана сохранить вам лицо», – сказал Стрипсиад. «Она, несомненно, была инспирирована по политическим соображениям». «В глубине души вы знаете, что принесли в жертву собственного ребенка». Агамемнон вздохнул и ничего не ответил. «И вы сделали не только это», – продолжал врач. «Когда Клитом Нестра убьет вас, вы тем самым косвенно вовлечете своего сына Ареста в убийство матери, которое он совершит из мести за вас, из которого начнется его безумие». «Но ведь этого еще не было», – запротестовал Агамемнон. «Мало ли что написано в мифах. Я не могу нести наказание еще и за то, чего даже не произошло». «Харон, как ты думаешь?» Харон сказал. «Мы, Хароны, занимаемся перевозом уже давно. Получаем море информации отовсюду и уже отвыкли удивляться происходящему. Хотя и у нас порой возникают странные вопросы». Харон сделал глоток вина из кожаной фляжки, лежавшей на дне лодки. «Зачем мы здесь?» «Какого черта я выполняю функции Харона, если это не доставляет мне никакого удовольствия?» «Наши истории не имеют ни начала, ни конца. А твоя – еще и середины. У тебя когда-либо за последние годы было время жить, не исполняя роль Агамемнона?» «Был ли ты хоть пять минут самим собой? Или ты всегда действовал, как того требовал твой персонаж?» Холодок пробежал по спине Агамемнона. «А ты, Харон, кто ты такой? Простой человек или один из устроителей лотереи?» «Джентльмены», – сказал Харон. «Я надеюсь, эта беседа развлекла вас, потому что мы прибыли к месту назначения». Оглядевшись, Агамемнон разглядел приближающуюся темную линию побережья. Берег был низким, точно таким же, который они покинули некоторое время назад. Лодка с мягким стуком врезалась в песок. «Вот мы и на месте», – сказал Харон и повернулся к Агамемнону. «Не забывай, ты должен мне денег за перевоз». «Прощайте, командир», – сказал Пелиад. «Я надеюсь на справедливое судейство и жажду увидеть вас во дворце Ахилла, где, по слухам, он живет ныне с Еленой, прекраснейшей женщиной, которая когда-либо рождалась на свет. Говорят, они пируют с героями Троянской войны и читают стихи Гомера на чистом греческом. Я не был героем, я даже не говорю по-гречески, но Ахилл и Елена должны радушно отнестись к такому честному, простому солдату, как я, и я рассчитываю на одобрение великих героев нашей Троянской операции». «Надеюсь, так и будет», – сказал Агамемнон. «С радостью присоединился бы к вам, но я, к сожалению, все еще жив». Солдаты также попрощались с Агамемноном, уверили его, что будут скучать по нему и выразили сожаление, что им приходится расстаться. Затем четверо покойников направились к месту загробного судилища, которое виднелось на холме, а Агамемнон двинулся по стрелке на большом фанерном указателе, к Елисейским полям и острову Поэзии – сюда. Это были районы, где он надеялся найти Тересия. Некоторое время Агамемнон шел пышными лугами, навстречу ему то и дело попадались небольшие стада крупного рогатого скота. Спустившись с холма, он вышел в долину. В центре долины располагалось маленькое озеро, посреди озера по горло в воде стоял человек. По берегам росли фруктовые деревья, их ветви склонялись над водой, и спелые плоды свисали прямо над головой несчастного. Но когда он пытался сорвать банан или яблоко, оба плода росли на одном и том же дереве, фрукты ускользали из его рук. Несмотря на то, что лица человека почти не было видно, Агамемнон не колебался ни минуты. «Привет, Тантал!» «Будь я проклят, если это не царственный Агамемнон!» Воскликнул человек в озере, поднимая голову. «Неужели ты наконец отдал концы?» «Нет, что ты!» Сказал Агамемнон. «Я просто пришел побеседовать с Тересием. Может быть, ты знаешь, где я могу найти его?» «Тереси снимает номер люкс во дворце Гадесса! Тебе надо сейчас принять немного влево, а потом на развилке свернуть направо!» «Спасибо, Тантал!» «Скажи мне, это очень тягостно, наказание, которое боги наложили на тебя!» «Спасибо, что спросил!» «Сказал Тантал!» «Нет, ты ничего не можешь сделать для меня!» «Кроме того, эта кара не столь ужасна, как может показаться на первый взгляд. Боги безжалостны, но безалаберны и не слишком следят за строгостью исполнения наказаний. Поэтому мы с Сизифом и Прометеем время от времени меняемся муками. Упражнения с камнем Сизифа хорошо отражаются на моей фигуре. Честно говоря, без них я давно бы уже зарос жиром, поскольку мое основное наказание вызывает у меня чрезмерный аппетит, который я утоляю при первой возможности. Но когда ты меняешься с Прометеем, твою печень терзает стервятник. Вряд ли это так же весело. Знаешь, орел часто промахивается мимо печени и клюет почки, что гораздо менее болезненно. Да и вообще, здесь, в аду, чувства притупляются. Даже царь Ахилл и царица Елена, благословенные непревзойденной красотой, имеют определенные затруднения с сексом. Сильная боль – это желанный шанс почувствовать хоть что-нибудь. Неужели и такой выигрыш в лотерею может сделать кого-то счастливым? Думал царь Микен, прощаясь с царем-мучеником. Агамемнон двинулся в направлении, которое указал ему Тантал. Он пересек Нагорье по едва заметной тропинке и увидел внизу сосновую рощу. По роще неторопливо разгуливало около дюжины оживленно беседующих мужчин и женщин. Агамемнон подошел к ним и представился. Одна из женщин сказала, «Мы знаем, кто ты. Мы ждали тебя с тех пор, как твои злоключения были упомянуты в нескольких книгах, которые сгорели вместе с великой Александрийской библиотекой. В честь твоего прибытия мы написали большую речь под названием «Плач Агамемнона». Мы полагаем, что отразили в ней все, что могли бы услышать от тебя самого. Раз вы знали, что я приду, почему вы не подождали, чтобы услышать, что я скажу на самом деле? «Потому что мы исповедуем философию действия. Разумнее написать твою речь самим, чем пассивно ждать, пока ее напишешь ты, даже если у тебя и получится, в чем мы сильно сомневаемся. Ты ведь не философ и вряд ли сумел бы облечь свои мысли в подобающие формы». «Что ж, премного вам благодарен», саркастически сказал Агамемнон. «Мы не ожидали, что заслужим твое одобрение», сказал другой философ. «Но мы без сомнения правильно отразили твою точку зрения». «Это все крайне любопытно», сказал Агамемнон. «Но не подскажете ли вы, как мне найти Тиресия?» Философы коротко посовещались, затем один из них сказал «Мы не считаем Тиресия философом, он просто шаман». «Ну и что?» спросил Агамемнон. «Шаманы иногда делают правильные выводы о сути вещей, но на этих людей нельзя полагаться, поскольку они не могут объяснить, каким путем им это удается». «Исходя из вышесказанного...» «Эй, эй!» сказал Агамемнон. «Я не нуждаюсь в критике шаманизма, я просто хочу найти этого парня». «Он обычно проводит время в маленькой роще за дворцом Ахилла. Непременно возвращайся к нам, если хочешь получить копию своей речи». «Непременно», сказал Агамемнон и отправился в указанном направлении. Вскоре он добрался до дворцовой рощи, здесь было светлее, чем в других частях Гадеса, которые он посетил, несмотря на то, что солнце по-прежнему не было видно. Агамемнон не был особо удивлен, увидев впереди накрытый стол, ломившийся от напитков и закусок, сидящего за ним человека в длинном плаще и маске, и пустое кресло напротив него. Человек помахал ему рукой. «Агамемнон, я слышал, ты хотел меня видеть, так я облегчил тебе задачу, сев у тебя на пути. Присаживайся и угощайся». Агамемнон воспользовался любезным приглашением. «Ты, Тересий? Именно! Не желаешь ли вина?» Было бы замечательно. Агамемнон подождал, пока Тересий разольет вино по бокалам, затем сказал, «Могу я спросить, почему ты в маске?» «Причудо!» сказал Тересий. «А также нечто большее. Я маг или шаман, используя более популярные ныне термин. Пользуясь своими новыми способностями, я путешествую, не только по Древней Греции, но вообще в пространстве и времени. И ты не хочешь быть узнанным?» «Это может быть очень удобно, когда тебя не узнают на каждом шагу, но это не настоящая причина». «Понимаешь, Агамемнон, если ты знаешь лицо какого-либо человека, это дает тебе определенную власть над ним». «Это открыл Мерлин, когда имел неосторожность влюбиться в колдунью Моргану. Я стараюсь никому не давать власти над собой, если имею возможность. Я не могу представить себе человека, который сумел бы получить власть над тобой». «То же самое я сказал Мерлину, незадолго до того, как Моргана заточила его в холм. Осторожность никогда не бывает лишней. Теперь скажи мне, почему ты искал меня? Я все знаю, конечно, но хочу услышать это из твоих уст». «Это не секрет», сказал Агамемнон. «Моя жена Клитомнестр и ее любовник Игис поклялись убить меня. Я пришел к тебе, чтобы спросить, не подскажешь ли ты мне способ сбежать из города?» «Они собираются убить тебя за то, что ты умертвил свою дочь Ифигению, принеся ее в жертву, чтобы твой флот доплыл до Трои. Правильно я понимаю?» «Нет, погоди», сказал Агамемнон. «Есть другая версия, в которой я не убивал Ифигению. Она сейчас живет в Авлиде». «Не пытайся ввести меня в заблуждение лукавыми речами», сказал Тересий. «Обе версии твоей истории правдивы. Ты одновременно убил и не убил свою дочь. Слышал ли ты когда-нибудь о кошке Шрёдингера? Это была популярная в твою эпоху научная байка». «Я слышал ее», сказал Агамемнон. «Человек, о котором идет речь в этой байке, несет вину за гибель кошки, несмотря на то, что на самом деле он ее не убивал. Увы, такова реальность двух миров». Агамемнон молчал. Он смотрел на маску Тересия, которая временами казалась сделанной из чеканного золота, а временами из золотой парчи, поскольку она колыхалась, когда маг говорил. После паузы Агамемнон спросил. «О каких двух мирах ты говоришь?» «Мир Земли» с его различными линиями времени и «Мир Лотереи». «Значит, бежать некуда?» «Везде меня ждет наказание». «Мой юный друг...» «Я этого не сказал. Эта игра гораздо более сложна для понимания, чем ты можешь вообразить. Зачем создатели Лотереи делают это с нами?» «Потому что это является для них прекрасным бихвиаристическим полигоном?» «Легендарная история Земли» «Абсолютный тест для тех, кто манипулирует линиями времени». «Создатели Лотереи пытаются воссоздать эту историю, чтобы решить поставленные ею моральные уравнения». «И как? Получается?» Тересий пожал плечами и Агамемнону на мгновение показалось, что под его плащом скрываются нечеловеческие формы. «Поначалу это казалось хорошей идеей, но вчерашняя хорошая идея зачастую выглядит совсем по-другому наутро». Агамемнон помолчал. «Так ты поможешь мне вырваться отсюда?» Тересий кивнул. «Отсюда можно выбраться по реке времени». Никогда не слышал о такой. «Вообще-то это метафора, но царство мертвых — место, где метафоры становятся реальностью». «Метафора или нет, я не вижу кругом ни одной реки», сказал Агамемнон. «Я расскажу тебе, как до нее добраться. Тебе придется преодолеть пролив между Сцилы и Харибдой. Ты пройдешь по туннелю, который выведет тебя туда». Агамемнон поежился. «А нет ли какого-нибудь другого пути?» Тересий покачал головой. «Это единственный путь. Миновав Сцилу и Харибду, ты увидишь линию белых бурунов. Эта река забвения впадет в океан прошлого. Она тебе не нужна. Когда ты пересечешь ее, ты увидишь другую линию бурунов. Преодолев их, ты попадешь в реку, которая перенесет тебя из прошлого в будущее». «С прошлым все понятно. Но где это будущее?» «В месте, которое ты хорошо знаешь, Агамемнон. Не мешкай более. Отправляйся в путь». Агамемнон поднялся и двинулся в указанном Тересием направлении. Когда он оглянулся, маг уже исчез. Разговаривал ли он с ним на самом деле, Агамемнон не был уверен в этом. Некоторое время спустя он действительно увидел полускрытый кустарником вход в туннель, уходящий под землю. Туннель был сделан из какого-то светлого металла, возможно, алюминия. Это был еще один вопиющий анахронизм, поскольку алюминий не использовался в древнем мире, но Агамемнон не стал заострять на этом внимание. У входа в туннель стояла женщина. Достаточно было лишь беглого взгляда на нее, чтобы понять, что подобное ей никогда ранее не рождалось на свет. Елена! «Привет, Агамемнон», сказала она. «Давно не виделись. Я пришла сказать спасибо за то, что ты отослал меня домой к Менелаю и предложил тебе свое гостеприимство здесь, на Елисейских полях. Ты очень любезна, царица Елена, но я должен идти». «Должен?» Агамемнон кивнул. Никогда еще его душа не терзалась столь противоречивыми чувствами. Эта женщина была его воплощенной мечтой. На свете не было ничего чудеснее, чем быть любимым Еленой Прекрасной. «Но твой муж Ахилл!» Ахилл – великий воин и интересный мужчина, но он мертв, как и я. «А мертвый герой не сравнится даже с живой собакой. Ты жив, жив и в преисподней. Такие чудесные обстоятельства крайне редки. Геракл, Тисей и Орфей, конечно, тоже были здесь, но только мимоходом». «Я живой», сказал Агамемнон. «Поэтому я тоже не смогу здесь остаться. Здесь нельзя находиться живым». «Я поговорю об этом с Гадессом», пообещала Елена. «Я ему нравлюсь, особенно когда его жена Персифона уезжает на полгода в царство живущих». Перед глазами Агамемнона быстро промелькнули картины радужного будущего. Остаться здесь с Еленой – это был предел мечтаний. Никого и никогда он не хотел так, как ее. Она протянула ему руку, он двинулся к ней. И услышал вдали голоса. Он увидел две женские фигуры в небе. Одна из женщин была высокой, статной, коренастой, с распущенными темными волосами. Другая была молодой, высокой, стройной, с белокурыми волосами, собранными в пучок и скрепленными серебряным гребнем. Женщины шли с неба прямо к нему и горячо спорили. «Ты должна сказать ему это прямо в лицо», говорила старшая женщина. «Мамочка, ни к чему устраивать сцены». «Но он собирался убить тебя, как ты не можешь понять? Перерезать тебе горло на алтаре». «Мамочка, мне жалко папу. Во всяком случае, есть другая версия, которая утверждает, что Артемида спасла меня и забрала в Тавриду, где сделала меня своей верховной жрицей». «Агамемнон убил тебя, если не буквально, то фигурально. Не имеет значения, какой версии происшедшего ты будешь придерживаться. Он виновен в обеих версиях». «Мамочка, угомонись». «Ты маленькая идиотка, ты сделаешь так, как я тебе скажу. Смотри, вон он, гнусный убийца. Эй, Агамемнон». Агамемнон не собирался слушать дальше. Отпустив руку Елены, осознавая, что ему придется лишиться божественных наслаждений ради боли и неопределенности земной жизни, он бросился через подлесок и нырнул в белый металлический туннель. Агамемнон был готов к круглому спуску под уклон, но не к движению по спирали. В туннеле было темно, и он не видел света в другом конце. Он вращался все быстрее, и казалось, здесь нет ничего, что могло бы остановить или хотя бы замедлить его ускорение. Он подумал, что если его жена и дочь последуют за ним, будет совсем невыносимо. Агамемнон продолжал стремительно ввинчиваться в темноту, задевая за стены туннеля. Внезапно падение резко оборвалось, туннель закончился. На мгновение его сердце замерло, когда он взлетел в воздух, а затем он рухнул в ледяную воду. Шок от холодной воды был так велик, что он оказался практически парализован, не в силах сделать ни малейшего движения. Преодолев пролив между Сцилой и Харибдой, разобравшись с реками времени, Агамемнон вернулся в маленький и захолустный, но оттого не менее родной, техасский городок. Первым, кого он здесь увидел, был Хозе, который стоял, облокотившись на припаркованный возле универмага пикап. Хозе задохнулся от изумления, когда увидел Криса. «Сеньор Крис, это вы?» За приветствиями последовали крепкие объятия. Когда Крис Джонсон выиграл в лотерею, он сбежал из родных мест, бросив Ранчо на пожилую супружескую чету мексиканцев, Хозе и Марию, служивших еще у его родителей. Но Ранчо все еще принадлежало ему, и он был дома. Увидев Криса, вышедшая из универмага Мария расплакалась. С трудом успокоившись, она сказала «Сегодня на обед у нас индейка, такая, как вы любите». Потом они поехали в старом пикапе Хозе на Ранчо, и Мария ознакомила Криса со всеми местными сплетнями, скопившимися за время его отсутствия. Ранчо выглядело слегка запущенным после стольких лет, но явно поддерживалось в порядке. Вскоре был накрыт обед. После обеда Крис пошел в гостиную и прилег на старую софу. Здесь оказалось восхитительно удобно, и запахи вокруг были родными и успокаивающими. Он потихоньку начал погружаться в сон, когда вдруг увидел высокую фигуру Тересия, на лице которого по-прежнему была маска. Тересий кивнул ему и уселся в ногах. Крис напрягся, но не смог вырваться из объятий сна. Я пришел сюда, чтобы убедиться, что ты дома и у тебя все в порядке, произнес Тересий. Когда ты входишь в реку времени, ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Да, я вернулся туда, где мне и место. Скажи, Тересий, существует ли опасность, что Клитем Нестра найдет меня здесь. Она не сможет найти тебя здесь, но наказать сможет. Это неизбежно. За что меня наказывать? Я ничего не сделал. Когда ты был Агамемноном, ты убил свою дочь. Моральное уравнение, Крис, за все, что ты сделал в той или иной ипостаси неизбежно приходится платить. Но по другой версии, брось эти детские глупости. Девушка была убита. В произведения Гомера, которыми руководствуется лотерея, этого преступления нет, но есть наказание. Я думал, раз я попал домой, законы легендарной Греции на меня не распространяются. И в конце концов, это просто смешно наказывать меня за убийство, которое совершил мой мифический предшественник. Оставь эту софистику. История с Агамемноном и Эфигенией – это трагическая ситуация, призванная вызывать у людей катарсис. Древние греки вообще любили подобные истории. Эдип, Тантал, Сизиев, Прометей. Список бесконечен. И одно из решений подобных моральных уравнений таково. Люди могут сколько угодно водить за нас земное правосудие, но наказание за их деяние следует всегда. Судьбу не обманешь. Крису приснилось, что он сел на софе, рванул на груди рубашку и сказал, «Ну что ж, тогда стреляй!» По-настоящему Агамемновский жест, Крис. Но я пришел не за этим. Значит, меня покарает Клетем Нестра и по возвращении в Микены будет убито арестом. В этой бесконечно повторяющейся истории победителей не будет, Крис. Значит, ты пришел сюда, чтобы сказать это мне? Именно. И еще позаботиться о том, чтобы увязать некоторые сюжетные нестыковки. Прощай, Крис. Увидимся в аду. И с этим Тересий исчез. Вздрогнув, Крис проснулся. Тересий из сновидения выглядел очень реальным. Но теперь сон уже закончился и Джонсон вернулся на свое техасское ранчо. Был вечер, солнце уже село, быстро холодало. Крис встал с софы. Услышав его шаги, Мария выбежала из кухни. Она несла его старую замшевую куртку. Не простудитесь, мистер Крис, сказала она, заботливо набрасывая куртку ему на плечи. Куртка странно стягивала все тело. Крис не мог даже пошевелить рукой. Он краем глаза увидел Хозе, который неторопливо зашел ему за спину. Затем его голову зачем-то оттянули назад. «Что вы делаете?» спросил Крис с беспокойством, заметив, что в руке Хозе блеснула сталь. «Эй, что происходит?» «Мистер Крис, мы только что узнали, что выиграли в лотерею. Мы с Марией!» сияя сказал Хозе. «Я буду новым Агамемноном, она Клетим Несторой, но прежде мы должны решить одну небольшую проблему. Согласно контракту нам необходимо убить прежнего Агамемнона». В голове Криса переплетались и сталкивались какие-то жалкие увещевания, оправдания, доводы, но из горла его вырвался лишь слабый хрип. Колени у него подогнулись и он медленно опустился на пол. Боль была острой и короткой и он еще успел пожалеть, что не успел сделать какое-то чрезвычайно важное дело. Вот только он так и не смог вспомнить какое именно. Он уже не мог знать этого, но как раз в это самое время человек в черном плаще вошел в отделение местного банка и перечислил некоторую сумму в Инфернал банк насчет Томаса Кука. Клерк никогда не слышал о таком банке, но когда он посоветовался с менеджером, вопрос моментально был улажен. Эта сумма была гарантией того, что Крис Джонсон не останется вечно бродить по бесплодному берегу Стикса. Она покрывала его долг за четырех попутчиков, за которых он поручился. Тересий не обязан был делать это, но маги старой закваски благородные люди, и кроме того, они прекрасно умеют увязывать некоторые сюжетные нестыковки. Для вас читал Мещеряков Артем. Если вам понравилось, то подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, напишите комментарий и нажмите на колокольчик, это поможет продвижению канала. Да, еще скажу, что у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю MP3-версии всех аудиокниг и мне будет очень приятно, если вы подпишетесь. Ссылку прикреплю в описании. Для тех, кто хочет поддержать мое творчество, ссылки будут там же. А я желаю вам добра и до новых встреч, друзья! друзья!